МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсудили новые тарифы ЖКХ в Зеленогорске. Какие расценки утвердит горсовет? Было 2,05 рубля, стало 5,48 рубля, 267%. Проверка автобусов в Венесейске. Как сделать перевозку пассажиров безопасной? Если взять в разрезе легального перевозчика, то в них есть тахографы, мы можем проверить, когда водитель отдыхал, с какой скоростью он двигался. 60 творческих коллективов со всей Сибири. В Шушенском прошел детский межрегиональный фестиваль «Плясица». У нас очень много будет соперников, но мы постараемся танцевать в полную ногу и занять призовые места. В начале сессии председатель перечислил отсутствующих и причины командировки, производственной необходимости. другое. Вердикт – нет кворума. Из 21-го к работе готовы приступить лишь 12 депутатов. Откладывать вопросы некуда. Например, тарифы во многих домах под управлением ГЖКУ еще не утверждены. Зимой директор ГЖКУ Станислав Колесников сообщил публично, повышение тарифов будет в пределах 30%, на деле оказалось на 100% и даже на 200%. Накануне жильцам представили перечень работ с новыми расценками. Влажное подметание нижних этажей, метры квадратные, было 2 рубля 5 копеек, стало 5 рублей 48 копеек, 267%. Очистка от носки – 264%. Посыпка гресвой – 222. В итоге с 13-18 рублей по отдельным домам тариф может вырасти и до 32. Управляющая компания обосновывает по-своему. Не было индексации в прошлом году, минимальная зарплата приравнялась к МРОД, при том, что рабочих низких разрядов на предприятии большинство. Как следствие, изменение стоимости труда, я так назову, в зависимости от величины минимального размера оплаты труда, влияет на стоимости оказываемых услуг. Еще один вопрос жильцов, который и передает депутаты, об отчетах управления домами за прошлый год. Управляющая компания утверждает, что по всем домам, а их сотни, документы размещены. На официальном же сайте всего их около 20. Жильцы не могут узнать итог. Управляющая компания торопит провести собрание и утвердить новый тариф. Что вы будете делать? Получается, там, где не проведены собрания, вы будете обслуживать их по старым тарифам обязаны, да? И по старым расценкам. Там, где проведут, вот как вы будете разрешать эту ситуацию? В личном законодательстве прописаны четко процедуры, что происходит в этом случае. Комментируешь личную законодательство? Я не буду. Вот когда закончим процедуру, согласовываем, мы видим, сколько у нас домов осталось со старым тарифами или нет, после этого мы будем принимать решение. Не устраивает собственников и форма общение с коммунальщиками. Ответ с управляющей стороны. Не нравится? Ищите другую компанию. К теме увеличения размера платы жилищной услуги в ГЖКУ депутаты еще вернутся. Сначала обсудят на профильной комиссии, затем на совете. Из предложений привлечь надзорные органы к проверке обоснованности новых тарифов. Проверку рулевой системы перед выходом на линию проходят в обязательном порядке каждый автобус. Здесь же механик смотрит, не спущены ли колеса и исправна ли тормозная система. Если во время досмотра появляются какие-либо подозрения, то дальше этого ангара машину не пустят. А вот нелегалы навряд ли каждое утро загоняют машину на смотровую яму и уж точно садятся за руль без досмотра медика. У официалов же это обязательная процедура. У официальных перевозчиков, в отличие от нелегалов, каждый пассажир еще и застрахован. В случае беды пострадавшему будет положена страховая выплата. Но зачастую сами пассажиры пренебрегают мерами безопасности. Почему сейчас не пристегнуты? Почему вы ездите не пристегнуты? Это же ваши обязанности. Ваши обязанности, водители сидят, чтобы вы не пристегнуты. Вы часто, да, пользуетесь? Да. Ну и вас просят водители пристегнуться вот как-то вот об этом? Нет. Лично мне все равно. Мне просто доехать до колледжа и все. Ну теперь-то будете пристегиваться в маршрутках или как? Естественно. Безопасность пассажирских перевозок енисейские госавтоинспекторы проверяют периодически. Под контролем не только документы, но и техническое состояние автотранспорта. Не для всех водителей проверка проходит гладко. Что вы не так с вами не допрашиваете? Ну у вас не работает установленный режим, он заедает. Где заедает? Вот смотрите, вот это сейчас. Прократите внимание. У вас он застегнут. Где он застегнут? Покажите, в какой месте он застегнут. Хорошо, я сюда заходу. К претензиям официальных лиц невозмутимые перевозчики относятся философски. Некоторые и вовсе искренне недоумевают по поводу причин такого внимания. Какие замечания вам сделали? Что будете дальше делать? Замечания, что пассажиры были не пристегнуты. У меня просто проводили плюматично, в гадских условиях объяснять каждому пассажиру, что он может пристегнуть. Объясняю, но нарушают. А, ну то есть вы их предупреждаете? Конечно. Просите пристегнуться. Но доводы водителя остаются без внимания. В тех случаях, где под вопросом безопасность пассажиров верить на слово уже нельзя. За 2018 год больше 80 автобусов и 20 маршрутных такси были привлечены к административной ответственности. Водители, которые управляют нелегальными такси, не соблюдают режим труда и отдыха. Зачастую нарушают скоростной режим, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора. У них нет тахографа, который мы можем отследить. Если взять в разрезе легального перевозчика, то у них есть тахографы. Мы можем проверить, когда водитель отдыхал, с какой скоростью он двигался. Пунктов, за которые могут оштрафовать много, но у сотрудников госавтоинспекции нет цели наказать. Главное – обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. Более 153 тысяч жителей края получат адресную материальную помощь, приуроченную к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты получат инвалиды и участники, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте. На эти цели из бюджета Красноярского края выделено более 161 миллиона рублей. Перечисление выплат началось в беззаявительном порядке на основании данных органов социальной защиты населения через почтовое отделение или банки. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии, который сейчас на экране. Третий международный форум «Пищевая индустрия» проходил в Красноярске с 10 по 12 апреля. В этом году в его работе приняли участие 18 тысяч человек, причем больше тысячи из них приобрели новые знания на мастер-классах и семинарах. Их проводили специалисты из Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова и Красноярского аграрного университета. Также поделиться опытом и умениями с фермерами края и соседних республик Тывая-Хакасия приехали ведущие технологи практики из России, Австрии, Чехии, Италии, Франции и Китая. Всего было проведено 35 мастер-классов, каждый из которых длился три дня. Этого момента актеры ждали почти месяц. Каждую среду они собирались на сцене Чеховки и репетировали материал. Ставили спектакль под руководством работника библиотеки режиссера Тамары Киселевой. На основе пьесы «Утопленница майская ночь» получили полноценный спектакль. Премьеру посвятили 210-летию Николая Гоголя. Нам надо было привлечь очень большое количество молодежи в плане участия, в плане того, чтобы они поучаствовали. И это получилось. Получилось так, что коллектив 15 человек, и этим коллективом нужно было управлять. Но вроде как получилось. Зрители и правда пришли в изумление. И более того, мало кто из них догадался, что перед ними не профессиональные актеры, а обычные студенты, многие из которых вышли на сцену впервые. Я играла роль Оксаны. Это девушка, подруга главной героини Ганны. Честно, играть было больше волнительно, не то что тяжело, потому что ты от этой работы получаешь такой адреналин, когда ты выходишь на сцену, когда ты видишь столько людей. Но репетиции, конечно, проходили тяжело, но хотелось бы еще повторить, потому что это непередаваемые эмоции. Ночь гоголевских тайн родилась в рамках проекта «Театральные среды в Чеховке». И это не единственный и не последний спектакль, который обещают показать в городской библиотеке. Впереди горожан ждет постановка по произведениям нашего земляка Виктора Оставьева. Материал уже выбрали, осталось лишь его уплатить на сцене. Уже известно, что премьер состоится в мае и приурочит ее ко дню рождения великого красноярского прозаика. Девятый межрегиональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Плясица» в течение двух дней приковывал внимание всех любителей танцевального искусства в Шушенском. Юные таланты со всех регионов Сибири, всего 60 творческих коллективов, соревновались между собой в красоте движения, пластике, гибкости, музыкальности и артистичности. На фестиваль-конкурс были представлены такие номинации, как классический танец, народный танец, народно-стилизованный танец и танец эстрадный. В состав жюри вошли представители преподавательского состава, учреждения культуры высшего и среднего профессионального образования. Есть очень яркие, талантливые дети, видно, что с ними работают, работают тщательно, грамотно, поэтому это, конечно, радует очень. Мы надеемся, что дальше мы что-то еще для себя увидим, еще интересное, но, во всяком случае, дремать не приходится. Конкурсные выступления, отличаясь друг от друга композицией, настроением, все же едины были во многом, прежде всего, в своей эмоциональности. На фестивале в Шушенском каждый танцевальный коллектив очень тонко и профессионально поведал зрителю свою историю, выдвижение своего танца. С каким настроением приехали на этот конкурс и что планируете показывать членам жюри? С хорошим настроением. С отличным настроением. Вы занимаетесь танцем? Да, да. Что-то можете сказать про сегодняшние события в вашей жизни? Мне кажется, что тут очень много коллективов и все такие сильные коллективы, но мы должны всех порвать. Ну, я не знаю, что сказать. Да, Катя уверенно сказала, что у нас очень много будет соперников, но мы постараемся танцевать в полную ногу и занять призовые места. Вы с каким настроением приехали на наш конкурс? Отличным. Долго занимаетесь танцами в своей жизни? Да, 10 лет уже. 6 лет. То есть вы уже профессионалы, будете показывать класс? Да. А можете сказать о сегодняшнем выступлении вашем? Вам предстоит через несколько минут выйти на сцену? Ну, волнуемся очень. Волнение всегда есть, но мы уже были два года назад на этом конкурсе. Мы тогда заняли гран-при первыми местами и сейчас приехали с тем же настроением покорить всех. Несмотря на то, что конкуренция была сильной, жюри определила самый лучший коллектив среди участников фестиваля. Диплом лауреата первой степени в двух номинациях «Народный танец» и «Народно стилизованный танец» присудили хореографическому коллективу «Аржаан» пейхемского кожууна из Тывы.